Доброе утро, дорогие друзья! С вами Авер Станкевич. Сегодня у нас восьмой каст «Беседа о Библии», где мы обсуждаем вопросы, которые возникают у нас в процессе чтения знания, и обсуждаем их здесь, что должны быть между нами разночтения. Это хорошо, мы изучаем, мы стараемся постичь, кто такой Бог и как мы можем к нему все ближе и ближе приближаться. И я приглашаю вас принять участие в этих беседах, подключаться к нам и, возможно, даже выйти в прямой эфир и поговорить с нами о том, что говорит нам Слово Божье. Сегодня у нас в гостях, если получится подключиться, это Иван Секретов, он что-то там у него проблемы технические, можешь попробовать еще раз зайти в эфир. И Гузель Тазиева, которая у нас находится в городе Салават, в Башкири. И сегодня у нас беседа, как мы планировали, будет о спасении, о Царстве Божьем и о преисподней, наверное, которую Адом называют. Да, и давайте сегодня вопросов начнем. Гузель, задавай. Да, ну, здравствуйте. Вообще, частенько, частенько, частенько я сталкиваюсь с такими вопросами, ну, то есть с неверующими людьми, да, которые вот, то есть начинаешь говорить, что да, вот я такой хороший, да, я добрые дела делаю, я жертвую, я там, да, я в церковь там хожу, там, по праздникам, все такое. То есть задаешь вопрос, а имеешь ли ты свое спасение, что это такое? То есть начинаешь объяснять, что да, ну, есть Ад, есть Рай, и между ними ничего нет. То есть после физической смерти есть обязательно то место, куда идет душа. Ну, грубо говоря, на их, на таком языке, да, на очень простом. То есть человек задумывается, а что такое ад, что такое рай, и оттуда никто не возвращался, а где это, то есть написано в Библии, да, но доказательств нет. И вот начинается вот такое вот, и вообще, что такое спасение, и задают вопросы, очень удивляются, что у нас будут другие тела, то есть какие у нас будут тела. То есть очень много таких вот вопросов, с которыми мы сталкиваемся практически, можно сказать, ежедневно. То есть очень много людей, я заметила, что очень много людей ищут Бога, но почему-то никак не могут вот именно согласиться, что ли, просто принять веру. То есть они хотят его понять умом, понять, пощупать, всячески, да, но не просто поверить. То есть им нужно постоянно доказательство, доказательство, доказательство. Не знаю, вот как объяснить человеку, что Бог не хочет человеку зла, и не хочет, чтобы он вообще ушел в ад. Заставить, ну, тоже человеку, человеку, ну, то есть он не может понять, что Бог дает человеку выбор сам, то есть сделать выбор, либо Адли Брай, и он начинает, то есть и обвинять Бога, и в то же время. Ну, то есть вот в такие вот сомнения у людей я заметила, что очень много. Ну, то есть вопросик состоит типа доказательства, да? Ну, для кого-то нужны доказательства, да, вот кто особенно занимается метафизикой, да, и вот и был такой вариант, да, что некоторые уже на таком языке уже говорили, по-ихнему, что Бог, он так, как какой-то там, допустим, свет там, или как-то там, что-то какое-то такое, вот, и вот там что-то такое, вот как-то так, да. Ну, по сути, вот в этом плане я долго думала, могу ли я заменить слово Бог, всемогущий, да, вездесущий и все такое, на какое-то такое понятие, которое более привыкли говорить вот просто в миру, да, там, есть что-то. Теоретически, да, теологически нет. Вот в том-то и дело, что я вот у меня, все мое внутрь протестует против вот этого слова как раз-таки, я не могу с этим согласиться, потому что если бы это было действительно так, то есть я согласна, что свет – это одно из проявлений Бога, так же, как одно из проявлений огня, например, да, когда вот Моисею в огненном пусте просто Господь явился. То есть в каком-то определенном моменте для кого-то, не для всех, а только для избранных, то есть, ну, это может быть какое-то проявление, но если бы Бог сам себя хотел назвать, например, «я есть», он называет «я есть свет», да, «я есть свет», но никакое некосмическое такое что-то, что-то, даже не знаю, как-то, по-разному это что-то как-то называется, то есть если бы он так себя хотел назвать, он бы и назвал «я есть свет», он не называет себя так. Он называет себя живым, живой личностью, которая присутствует в нашей жизни, именно вот «живая личность». То есть свет, он свет, вот у меня ламочка горит, вот он свет, то есть я не чувствую, что он живая личность, которая вместе со мной, и вместе со мной переживает мои чувства, и там улыбка, и все. То есть это одно из проявлений, но это не свет сам по себе, как вот, как физика какая-то. Ну вот смотри, как бы здесь, по большому счету, все просто. Давай мы обратимся к первой главе Библии, и прямо начнем читать. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвитна и пуста, и тьма она бездна, и Дух Божий носился над водой. И сказал Бог, да будет свет». То есть, Бог создал свет. Шел-шел? То есть он сам светом, как свет, вот как мы его видим, да, свет и тьма, да, когда недостаток цвета, и света есть тьма. С одной стороны написано, что Бог создал свет. А дальше написано в Евангелии от Иоанна. Два Евангелия от Иоанна, третий глава. У нас написано... Так, третья глава. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. То есть, если мы знаем, что Иисус – это Бог, и Он был послан в свет, то есть Он был послан как свет. То есть, свет существовал на тот момент, да, то есть уже было светло, было солнце, была луна, были звезды, люди различали утро, день и так далее. Но что за свет был послан в мир? И там, и там используется слово свет, и на иврите, и на других языках такой свет, как Ор. Ор – это свет в переводе с иврита, да. Вот в первой главе Библии написано, что и сказал Бог, то будет свет, ва-я-и-ор, да, и стал свет. То есть, получается, что есть два света, да, есть свет физический, который мы видим, то есть это энергия, это фотоны, которые до нас доходят откуда-то, их можно измерить, почувствовать, направить куда-то, перенаправить куда-то, да. А есть свет какой-то духовный, да, который освещает человеческий путь, который освещает человеку его пути, пути других и так далее. То есть, есть какие-то моменты, касающиеся света духовного, которые были посланы в мир, которых не было в тот момент. Потому что мы до этого нигде не читаем, что свет был послан в мир. То есть, до этого фактически получается, что в мире существовала духовная пустота. И дела людей, которые были сделаны в духовной пустоте, были злые, для того, чтобы люди увидели эти дела злые, да, то есть весь смысл какой покаяния, увидеть, что дела злые и раскаются в них. То есть, должен был быть свет не физический, который можно перенаправить куда-то, там поставить призму, зеркала и так далее. А именно свет духовный, в котором, в свете которого они бы увидели свои дела. К примеру, да, например, есть вещи, которые мы видим в дневном свете, но, например, мы не можем увидеть их при этом свете полностью. Для этого нам нужно дополнительное освещение или усиление какого-то света. Например, есть чернила, которые видны только при ультрафиолетовом излучении. Оно есть, это ультрафиолетовое излучение, мы его получаем от Солнца постоянно. Но мы все равно, глядя на эти чернила, вот я сейчас ими напишу там на бумаге, скажем, я все равно не увижу, что там написано при обычном дневном свете. Нужно усиление чего-то, нужно еще что-то принести, чтобы видеть, что там написано. В данном случае это ультрафиолетовое чернило. Где ими пользуются? Ими пользуются при изготовлении денег. Для того, чтобы проверить подлинную, одна из проверок подлинности купюры, это ее проводят под ультрафиолетовым излучением. И там проявляются рисунки, которые при обычном свете мы не видим. И таким образом можем отличить, то есть, казалось бы, все одинаково. Печать одинаковая, размер одинаковый, все одинаково. Но только при дополнительном освещении мы видим подлинную эту купюру или поддельную. И фактически свет духовный, который был послан, вот как написано в Евангелии от Иоанна, свет был послан в мир, это тот свет, с помощью которого мы видим, какие дела были злые. Потому что человек сам себе отчет отдать не может. Это вот подтверждение того, что ты сейчас спросила, что люди спрашивают доказательства. У них говорят, докажите мне, что есть ад. Докажите мне, что есть рай. Я всегда спрашиваю, докажи мне, что у тебя есть мозг. У меня это самое простое опровержение. Потому что никто не может доказать мне, что у него есть мозг. Не может доказать. Даже если он сейчас принесет мне рентгеновский снимок, на нем не видно, что это мозг. На нем видно кость, а дальше пустота. Человек не может доказать то, чего он не видит. И поэтому он считает, что если он что-то не видит или что-то не понимает, то этого нет. Но Эйнштейн в своей теории относительности, если свести некоторые ее части к одному, к одной морали написано, что если ты чего-то не понимаешь или ты чего-то не видишь, это не значит, что его не существует. Еще раз говорю, мы возвращаемся к системной теологии, которая говорит нам, что для того, чтобы поверить в Бога, нужно быть очень образованным человеком. То есть ученому, какому-то великому ученому, который занимается особенно физикой, чтобы поверить в Бога, гораздо проще, чем поверить в Бога обычному обывателю, который есть на улице. Потому что ученые видят, что есть предел его знаний. Есть предел. Вот Эйнштейн, например, в свое время понял, что есть предел. Он был очень верующим человеком. И он понял, что есть предел. То есть есть какой-то этап, на котором все. То есть если мы говорим о чем-то бесконечном, что создал эту Вселенную, то мы не можем ее измерить, посмотреть, увидеть. Почему Бога нельзя увидеть? Потому что если мы его увидим, то мы увидим его границы. А у него нет границ. Не потому что он не хочет, чтобы мы его увидели, а потому что у него нет границ. Мы внутри него живем, а у него внутри нас. И он внутри нас, потому что мы внутри него. Он шире этой Вселенной. Он охватывает все это. Он находится одномоментно везде. Это тяжело понять человеку, который не умеет мыслить, будем так говорить, абстрактно. У него есть конкретное мышление. Не этим в школах, а в системе образования занимается. Мыслить конкретно. Человек, который мыслит конкретно, ему тяжело представить, что такое Бог. Ну, тяжело. Ну, я думаю, что мыслить. А? Что же мыслить? Да-да-да. Что делать? Павел в своем послании к евреям целую главу этому посвятил. Я всю читать не буду. Шестой стих одиннадцатой главы. А без веры угодить Богу невозможно. Но надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Смотри, никто из людей, живших после Моисея, он был единственный, да, в том поколении людей, который видел Бога лицом к лицу. Вопрос, какого Бога он видел? Немножко давай вернемся назад, и я задам несколько вопросов, которые, может быть, тебе легче будут отвечать другим. Сколько Богов у нас есть? Один. Один. И откуда ты это берешь из того, что ты читаешь Библию на русском языке, да? Да. А я беру и открываю Библию в оригинале. Очень интересный момент. Открываю Библию в оригинале, и зная грамматику иврита, я читаю. Я прочитаю на иврите, потом переведу дословно, как здесь написано. Берешит бара элухим, это шамайм веетарец. Перевожу дословно, слово в слово, как здесь написано. В начале создал боги небо и землю. Боги во множественном числе. Как тебе такое? Это в единичном, в одном месте так написано? Боги, везде, во всей Библии. Слово элухим, единственное, это всегда множественное число, всегда. А это не может быть то, что иногда обращение к Богу бывает не на «ты», то есть... Не говорите обращение на «ты». Если, например, я обращаюсь к вам, да, и говорю, вы хотите, да, вы будете, да, да? Нет, вы врите, нет, вы врите, нету, вы врите обращение на «вы», не существует. Обращение к повеседнику всегда на «ты», даже к Богу. Только если обращение идет к какой-то группе людей. Если к группе людей, тогда да, тогда она... И всегда во многом... Если там стоит 10 женщин и один мужчина, обращение будет как к 10 мужчинам, а не как к 10 женщинам. Дальше, очень интересный момент. Тут написано... Читаю дальше. 26 стих первой главы. Читаю дословно, а потом перевожу. Перевожу дословно. И сказали, боги, сделаем человека по образу и подобию нашему. Ну, вы что хотите сказать, что у нас много богов? Я не хочу сказать. Я спрашиваю. Сколько богов? Один. Почему написано «нашему», почему «создатим»? Я не знаю, почему там... Может быть, отец, сын и дух святой там триедины, может быть, уже в тот момент уже было что-то как-то там, да? Еще «дух» я знаю. То есть я могу на данный момент сказать так, что то, что называется «элогим», то есть бог на русском языке, это как минимум двое. А, ну в этом плане, да, я согласен. Как минимум двое. В этом есть подтверждение прямо в первой строке. Во втором стихе Библии, извиняюсь, написано «и земля была без... как там написано на русском языке? Безвидна и пуста, да, и дух божий носился над водой». Из этого я могу сделать вывод, что вначале не было ничего. Ну, читаем, да, давай, если не согласны, сразу говори мне, что не согласны. Сначала не было ничего, потом боги, то есть какая-то сущность, где больше, чем один, больше, чем один, то есть как минимум двое, создают небо и землю. Что такое небо в понимании человека? Мы привыкли видеть небо вот такое, какое оно есть, да? И никто не задумывается, что небеса, что небо иное, небо красивое голубое с облаками. Тогда вопрос другой. Давай читать на русском языке. Открываем Библию на русском языке. И читаем. Седьмой стих. «И создал Бог твердь, отделил воду, которая под твердью от воды, которая над твердью». И стало так. Ну, оставь, что было переведено неправильно. Потому что слово «ракия», которое используется здесь в седьмом стихе, где написано. То есть слово «ракия» – это слово, обозначающее свод. Все церкви, особенно православные, построены четыре стены и свод. Четыре конца земли и свод. Все церкви так построены, они все квадратные, все со сводом, со скупом. Вопрос. Что было, какая была последовательность? Давай читать. Для начала Бог создал небо и землю. Что такое небо? Что такое Шамаем? Ваш вариант? Мой вариант перевода с еврита. Слово «шамаем» и слово «маем», то есть «вода». Они имеют один и тот же корень. Мой вариант. Здесь ведь написано, что он разделил между небом, которое над твердью, над сводом и под сводом. То есть было место, которое называлось… Еще раз говорю, возможно, это не так. Я когда буду знать, когда я с Богом встречусь один на один, если мне будет время, а у него желание, он мне объяснит. Но написано на еврите, что слово «шамаем» и слово «маем» имеют один и тот же корень. Смотри. Возможно. Я, возможно, ошибаюсь. Я точно сказать не могу. Смотри. Есть слово «маем». Да? «Маем». Это слово «вода». Я такое не умею еще читать. Ну, ладно. Я просто поверну. Я вот Ваня умеет читать. Ваня умеет читать на еврите. Слово «маем». Это вода. Окей? Слово «шамаем» начинается с буквы «ши». Вот это «маем», а это «небо». Ну, понятно, что вода создана из неба. Вот это слово «там». «Шам» – это слово «там». Ну. Там вода. Ну, пусть. Есть вариант такой? Ну, я не понимаю, почему вы просто клоните, как же сейчас. То есть с бопами можно и… Нет, я вообще разговариваю с теми, кто хочет доказать, только по первой главе Библии. Больше не почему. Мне достаточно, чтобы убедить человека, что кто-то создал этот мир. Кто-то. Так никто и не отказывается. Вот в том-то дело, что с кем я разговариваю, да, они говорят, да, есть кто-то. И кто это все создал, вполне возможно, что есть что-то там, да, есть как-то. Но… А что дальше? А при чем тут спасение? Ну и что? А кто мне докажет, что я… Давай поговорим о спасении. У меня сейчас можно, чтобы было не видно, главное, чтобы было видно доску. Доску хорошо видно? Давай я сделаю так, чтобы было видно. И делаю так. Так нормально, да? Так, это штатив для планшета, я его сложу, чтобы он не мешал. Значит, смотри. Бог. Во множеством числе я напоминаю. Бог. Видно, да? Создает землю, создает небо. Причем не написано «создал землю и небо», а написано «создал небо и землю». Я к тому, что небо – это вообще все, что не земля. Ну, в смысле, не планета. То есть сюда включается и космос, и млечный путь, и все, что хочешь. Поэтому он сначала создал небо, потом землю. Не написано наоборот. Далее. На этой земле делаем такой зум, как на гугле, знаешь, так. Зум. Было место, вот здесь вот Средиземное море. Вот здесь вот горы. Вот здесь вот есть место, которое называется Эдем. Сюда входит Израиль. Вот здесь вот где-то он. Здесь чуть-чуть есть Ирана. Вот здесь где-то примерно Вавилон. Вот это называется место Эдем. Все вот это вот. Где-то вот здесь, вот где-то здесь находился Эдемский сад. Который омывался, соответственно, ну, географически я говорю, да, там с одной стороны одной рекой, с другой стороны другой рекой. Здесь было море, здесь были там все что-то. Горы с бриллиантами. А где это написано? В Библии написано. Серьезно, всегда за... Может быть, это не тема сегодняшняя, но всегда мне было интересно. Вот именно где же было... В каком же... Вот покажите мне точку. То есть, по мне, так это было еще до, как бы... Ну, то есть, как сказать... Не то, что нереально. Я верю, я знаю, что это было, но вот где конкретно, и как, и что, и неужели в том же Эдемском саду, где был рай, да, на земле, ходят сейчас такие же обычные люди, ездят в машину, и все в таком случае. То есть, я думаю, что это не одно меня было. Ну, давай читать. Одно дело, да, когда мы придем к Господу, и все нам расскажешь. Когда нам это будет, и неинтересно, собственно говоря, я думаю. Когда мы придем туда... Вот написано. И насадил Господь рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог на земле всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, дерево жизни посреди рая, дерево познания добра и зла. Из Эдема выходила река для орошения рая. И потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фессон. Она обтекает землю Халива. Эхавива. Тут, где золото. Где золото той земли хорошее. Там Бдолах и Каменюникс. Что такое Бдолах? Бдолах мы до сих пор не знаем. Очевидно, это Кристалл. Это какое местописание? Это вторая глава, один из тестов, в данный момент, 12. Имя второй реки Гихон, она обтекает в землю Куш. Куш это вот. Куш это Индия. Имя второй реки Гихон, она обтекает в землю Куш. Имя третьей реки Хидекиль. Это где-то вот здесь. Ее сегодня нет, но там есть какое-то устье. Вернее, какое-то русло этой реки. И третья река, эта река Эфрат. Она вот здесь. То есть райский Эдем находился где-то вот здесь. Географически вот здесь. Я не говорю точно прямо вот в этом месте. Где-то здесь. Исходя из географии просто. Она всегда была, ей до сих пор. И здесь все море. Дальше. В этом Эдемском саду Бог создал человека. Он насадил для человека здесь все. Вот был человек. Он насадил все для этого человека. Чтобы у него было написано, что любое дерево хорошее. И так далее. То есть все, что здесь было, было хорошо. И посреди этого дерева, посреди этого сада, Он посадил какое-то дерево. Мы не знаем, как оно выглядело, и что на нем росло. Но оно называется дерево познания добра и зла. Потом он сказал, что нехорошо быть человеку одному. И создал для него женщину, Ибраеву, Иша. Значит, и сказал им, плодитесь, размножайтесь, заселяйте всю землю. Но он не сказал, какую землю. Мы предположительно говорим, что это весь земной шар. Потому что, исходя из того, как выглядит сегодня континент, это есть такое предположение, что земля была одна когда-то. То есть откуда взялась? Не говорили уже, по-моему, об этом. Откуда взялось предположение, что у земли есть край? Что земля покоится на четырех там слонах? Скорее всего, она была одна. Был один континент, который сейчас называется Пангеа, который потом разделился. И отсюда появились разные народы. Есть такое предположение? Я не знаю, где научные доказательства этому, но есть такое предположение. Геологи с этим согласны, потому что все говорят, что когда-то был один континент, и потом он разделился. То есть вполне возможно, так оно и было. И вот он сказал заселить все это. И управлять. Дальше. Возвращаемся на много-много-много-много-много-много-много-много-много лет назад до этого. Сколько лет, мы не знаем. Может быть, миллионы, может быть, миллиарды. Мы не знаем. Один из херувимов, которого звали Элель-Беншафа, или Люцифер, как написано в Библии, этот херувим подумал, что а что, собственно, Богу править одному? И мне нравится быть на этом кресле. И он начал сплетничать. Там вот мы видим слово «торговля» в Библии написано. «Торговля твоя». На самом деле это не торговля, а это сплетни. Окей? Слово «рыхерут» – это сплетни в переводе. Это может быть и торговля, но и сплетни. 28 глава, Езекииль. Так вот, он был изгнан оттуда и все время пытался помешать тому, что хорошо. Бог настолько к нам благосклонен, что он, смотри, сюда можно было зайти отовсюду. Все было открыто, пожалуйста. Потому что все было хорошо. Все было открыто, сюда можно было зайти. Никакой охраны не было, никаких там заборов с электрическим током не было. Камеры не было установлено. Можно было зайти спокойно. И это было хорошо. Написано, что все, что Бог сделал, было хорошо. Правильно? Бог посадил здесь дерево познания добра и зла. Вся фишка заключается в том, что что такое добро люди знали и так. Они жили в добре. Теперь они должны были узнать зло. И Бог сказал, в тот момент, когда вы съедите от этого дерева, вы умрете. Вопрос. Смерть это зло или добро? Ну, смотри, 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 смотри. Наверное, это не хорошо. Наверное, это не хорошо. Теперь, написано в Библии «эц даат тов вера», то есть дерево познания «хорошо» и «плохо». Там не написано добра и зла, там написано «хорошо» и «плохо». То есть съев, они уже узнали, что такое «хорошо» и «плохо». Хорошо они знали и так, они теперь узнали, что такое «плохо». До того момента, как они это сделали, то есть грех сам заключался в том, что Адам сказал, не спросил у Бога, а можно ли съесть. Вот змея приползла, а можно ли съесть. И Бог бы, наверное, спросил, ну как ты считаешь, можно съесть или нет. Я же ведь сказал, не есть. А какой-то змей приполз, тебе говорит, есть, и ты уже послушал его. Вот в этом заключался грех, что они просто не последовали распоряжению Бога. В этот момент, что произошло? Знаешь, как вот в мультиках-трансформерах, вокруг Эдемского сада вырастает такой забор такой. У входа становится херувин, а эти два товарища выбрасываются из Эдемского сада. Но там не написано, что они были сброшены сверху вниз. Там написано «изгнанные из Эдемского сада». И более того, все, где они теперь пребывают, все, где они теперь пребывают, проклято. Земля, все, 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 все проклято. И в этот момент Люцифер получил власть над всем абсолютно, кроме вот этого места. Потому что здесь Божье присутствие. Вот говорят люди о другом измерении. Есть другое измерение. Я думаю, что там и есть другое измерение. Ничего, ни один слух просто так не рождается. Вот оно другое измерение. То есть оно все-таки на Земле? То есть это как параллельный мир, да? Возможно. Не знаю. Возможно. Как вариант рассматривается. Но это истинно в последней инстанции никто не говорит. Потому что это нигде не написано. И по сути, вот знаете, вот опять же таки... Написано. Нет, минуточку. Написано. Что это параллельный мир? Нет. Написано, как это будет выглядеть. Как это должно выглядеть. Вот написано. То есть, по сути, человек умирает и потом возвращается на Землю? Сейчас. В этом параллельный мир? Мы сейчас до этого дойдем. Написано. Два вторая глава Откровения, два второго стиха. Храма же я не видел в нем, ибо Господь, Бог, Вседержитель, храм его и Агнец. Опа. Дальше. Город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне, и для освещения своего бы слава Божья осветила его и светильник его Агнец. То есть, таки Бог свет, он и физический свет тоже. Тоже. Как одно из проявлений. Да, совершенно верно. Дальше. Спасенные народы будут ходить во свете его. Вот тут у меня сразу спасенные народы. То есть, будут не спасенные народы. Мы, кстати, о чем считаем? О тысячелетнем царстве. Ну, тысячелетнем царстве, они вообще можно чесать. То есть, тоже большая тема, которая всегда всех волнует. Дальше. Ворота у него будут запираться днем, а ночи там не будет. О чем это идет? О чем идет речь? То есть, в него никто больше войти не сможет в это Божье присутствие. И принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое и никто преданной мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнецов в книге жизни. Дальше. Я в это верю. Дальше. Показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую из престола Бога и Агнеца. Среди улицы его и по ту и по другую сторону реки дерево жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый день и месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнеца будут в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лице его, ибо имя и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, и Господь Бог освящает их, и будут царствовать во веки веков. Да, ведь многие утверждают, вы начинаешь говорить, и начинаешь... Мы про спасение, мы про спасение. Все, вот это все, кроме Эдемского сада, Богу больше не принадлежит. И Бог ему говорит Нуциферу в виде змея в 3 главе 15 стих. Вражду положу между тобой и между женой, между твоим семенем и семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в питу. Но я уже говорил, поражать в голову, это один раз можно только поразить в голову. Помнишь? А потом вышел змей, или зверь там из пучины, и у него голова как бы раненая мечом. Помнишь? Откровение. Так вот, у Бога возникает программа в этот момент. Программа. Она возникла, конечно, не в этот момент, она возникла гораздо раньше, потому что у Бога нет программы Б, у него только одна программа А. Программа заключается в следующем, что вот это все нужно вернуть назад. И вот это называется история человечества. Но для этого вот здесь вот должны были быть войны между добром и злом в виде вот этих вот мутаций, которые появились в процессе того, как слуги Луцифера начали жжен земных братьев себе, и дети начали рождаться мутанты. Вот здесь должна была, должен был быть переломный момент, где на кресте должен был прийти Мессия и отдать свою жизнь в качестве человека, согрешить всеми земными грехами одномоментно, неиспровергнутым вот в этом вот озеро, которое называется Адом, оставить там свою земную плоть, вот ты говоришь про другие тела, земную плоть оставить там, воскреснуть во плоти, православные говорят, смертью смерть поправ, он-то возник во плоти, он не пришел в виде духа, потому что все вложили пальцы, ну, по крайней мере, Фома, да, вложил пальцы свои там в ребра, посмотрел на его дыр, и мы, кстати, его таким же увидим там, он такой же точно останется, с дырками в руках и с дыркой в ребрах. Он возносится на небо, написано, на небеса, но на самом деле он перемещается в присутствие Божие. Где оно находится, мы сейчас не знаем, мы не знаем. Иисус говорит на небесах, если он говорит, значит, он знает, что говорит, он оттуда пришел, он оттуда пришел, он знает, где это находится. Он возвращается сюда, здесь должна произойти великая скорбь, да, то есть здесь мессия, здесь потоп, здесь великая скорбь, да, вот здесь, вот на этом этапе, сверху, вот здесь, вот здесь, вот здесь, зверь, лжепророк, и кто там был еще, кто там еще был, третий, дракон, да, ввергнутый, вот в это вот самое серное озеро, вот здесь происходит суд, это суд, окончательный, где написано, что смерть вторая, последняя, да, то есть отсюда, вот это смерть вторая, а это воскресенье второе, когда все отдало на суд, написаны небо и земля, и вода, и ад, и преисподняя отдала всех на суд, после суда, часть уйдет обратно на вечную смерть суда, оттуда выхода уже нет, а часть вместе с Иисусом, войдет в присутствие Божьего, и вот этот момент, вот этот момент называется спасение, но это спасение глобально всего человечества, после, спасения каждого из нас, сюда не спасенный не войдет, ну, а как же, допустим, человеку объяснить, вот допустим, все это колесо, да, вот, которое мы сейчас нарисовали, предположим, мы, да, мы же не будем вечно жить здесь, на земле, у нас есть свое спасение, то есть, мы должны искренне покаяться, вот здесь, на этом месте, вот здесь вот, да, я тебе его увеличенно нарисую, вот здесь стоит престол, Божий, да, вот здесь престол Божий, кто на нем сидит, мы не знаем, потому что Иоанн нам точно не говорит, кто на нем сидит, он его не видит, но здесь находится престол судьи, здесь есть два места, вот это, вот это, и вот это, вот здесь стоят те, которые пришли на суд, здесь стоят те, кто пришли на суд, и здесь стоят те, кто пришли на суд, окей, вот эти, которые пришли на суд, вот эти вот, называются спасенные, мы тоже будем на суде мы тоже будем давать отчет богу там написано в писании каждый из нас даст отчет богу но вот здесь вот называется о про да не заранее потому что написано оправдавшись верою мы имеем мир господа с господом через иисуса веру я правда мы здесь мы дадим отчет богу хочу делать уж там будет своя иерархия дальше вот здесь будут стоять все кого отдаст преисподняя вода земля и бог будет судить людей по делам потому что были те кто евангелие не слышали сюда придут абрам сюда придут моисей сюда придут иосиф сюда придет новый но у них у всех постов поскольку они приобрели праведность перед богом еще при жизни автоматом приговор будет оправдан люди которые никогда бога не и отвергали его и у них автоматом приговор смерть автоматом страшно причем вечная и она очень хорошо у иисуса в притчами о богатом и лазере и пока вот это вот толпа вся не будет распределена суда и суда будет продолжаться суд как только человек дошел до первого ряда вот где он здесь стоит перед богом у него уже шансов оправдаться нет оправдаться может при жизни но что интересно суд этот первый первоначальный будет проходить и судить будет иисус написано миссия будет судить правильно он будет судить тогда когда на земле еще будут жить люди может быть нас уже не будет мы будем в другом теле вот здесь стоять и давать отчет богу что же мы сделали за время того что мы не судимся смерть жизни мы судимся только где мы будем относительно божьего присутствия но во время этого суда на земле будут жить живые люди в своей обычной мирской плоти и они будут рожать детей то что мы тоже не сможем не жениться не выходить замуж не рожать детей так написано они все еще будут рожать детей и именно из этих детей которые не уверовали в бога появится та самая армия которая написана как морской песок здесь написано как морской песок соберет через тысячу лет когда выпустят этого дьявола из тюрьмы он соберет армию как морской песок написано и приведет их куда вот сюда 50 метров отсюда армагеддон там будет последняя битва добра и зла вот после этого трупы там написано будут хоронить несколько месяцев потому что их будет колоссальное количество но после этого как раз зло будет повержена и написано что и вернуть был и уже пророк и зверь и дракон который от рождения змей мы знаем от создания мира змей он будет вернут в это серное озеро навсегда то есть с грехом будет покончено и вот тогда откровение 22 глава 22 стих что все уже будет хорошо и мы на самом деле проповедуем спасение него ты сейчас покаешься и спасешься вот это спасение проповедуем вот это спасение от которого путь только либо сюда либо вот сюда другого варианта нет потому что за грех всегда смерть всегда мы говорим но это грех не к смерти простите любой грех к смерти поэтому любой грех будет наказан смертью любое покаяние оправдание то есть мы проповедуем спасение вот не вот это не вот это именно вот это когда все будет закончено и на входе в божье присутствие будет стоять херувим он там продолжает кстати стояние написано что тут отпустил думать на выходные он там стоит и вот этот херувим я не знаю как он выглядит но херувим от слова от слова от никогда слова хору скажем меч вот этот херувим будет стоять и как помнишь книги фильм был такой королевство кривых зеркал ключ вот он будет сказать говорить печать ты раз здесь или здесь там не знаю где написано у нас на всех написать вот кто спасен при жизни у него есть там на его в новом теле печать он ее показывает и того он пропускает больше присутствия а если не показывает извините вам сюда но опять же таки вот возвращаясь вот там мы проповедуем спасение именно конечного результата опять же таки мы спасение проповедуем о том что очень как раз таки через лево да через спасение иисуса христа вот здесь был храм до храм напишем ухо храм в этот храм как предполагали евреи сверху спускается бог и принимает там жертвы дело в том что почти 500 лет до распятия христа было молчание бога почти 500 лет люди не знали вообще есть там бог нет там бога живет он там не живет он так нету них никакие не пророков никого вдруг присылают иоанна крестителя вау но он пришел сказать только одну вещь за мной идет тот который будет крестить вас духом святым люди прекрасно знаешь такой дух святой это земля была безвидна и пуста и дух божий носился над водой они прекрасно знали кто такой дух святой поэтому он пришел нам только это превозвестить больше ничего он был просто пророк призванный сказать одну единственную вещь придет тот кто будет крестить вас духом святым кто может крестить духом святым только бог больше никто то есть придет бог и будет крестить вас духом святым здесь просто игру этот сильно дальний перевод он очень очень неправильный говорят что иисус никогда не называл себя богом ну действительно на каждом углу себя богом называть на каждом но потом когда его спрашивают в этом самом в сенатрионе ты ли сын божий он заявляет то же самое что сказал бог моисею просто здесь это не написано они как ты говоришь а он сказал они у или на греческом это эгуэми я тот это сказал это говорил бог и пророком и моисею только бог может такое сказать это на этом этапе каяфа порвал свои одежды и сказал все типа он прекрасно понимал мы говорим каяфа такой вот нехороший я как человека не знаю я смотрю по его делам он сказал что лучше погибнуть одному за всех чем потом всему народу он прекрасно знал кого они отдают на смерть его прекрасно знал что пришел мессия и он прекрасно знал что он должен умереть если бы они помешали ему мере скале а ты наш мессия спасай мне он пришел для этого он пришел умереть и своей кровью смыть грехи человечества его кровь была пролита на землю которая была проклята и это чистая кровь а мыло все грехи человечество и смыло проклятия с этой земли есть один из вариант которые люди говорят да вот с кем не общаюсь ну вот иисус же умер за всех за нас то есть соответственно все все наши грехи уже уже прощены и то есть мы сейчас уже в любом случае можем делать все что хотим то есть вот сейчас я задаю такие вот вопросы да может быть как-то но это вот с тем с чем я сама лично сталкивалась именно те вопросы которые меня ну на определенных этапах стали ставили ступенькой вот после этого только я начала начинала например ковыряться и сама какие-то вещи ну что ты так на этот вопрос отвечаешь например я считаю я говорю как считаю это говорю глупость потому что это решение каждого человека скажем то есть выбор дан нам еще от сотворения мира но тем не менее мы принимаем ежедневно решение с кем нам быть и кого и в кого нам верить ежедневно один раз мы принимаем такое решение но я тоже тоже говорила и вот то есть в моем мозгу может быть когда-то придет но то есть в моем мозгу все равно никак не то есть если я вчера имела спасение а сегодня я пошла и сделала грех и в нем не раскаялась мое будущее уже будет не влево а вправо человек который получил человек который получил спасение пойти и сознательно сделать грех не может никогда спасен но тем не менее без тем не менее человек спасенный то есть рожденный свыше с сердцем плотяным на котором написаны законы божьи сознательно грешить не может не может потому что в нем есть дух святой дух святой там где есть дух святой там нет места никаким низ не не демонам не не дьяволу никому там нет места просто он там быть не может поэтому человек оценный рожденный свыше грешить сознательно не может он может грешить не сознательно потому об этом павел пишет мы не хотим но если ты уже поняла что это грех что есть ты не раскаялась опять же ты не можешь не раскаяться в грехе есть и ты спасена если дух святой тебя ведет потому что грех это присутствие сатаны а сатана не может присутствовать в том месте где есть дух святой не может присутствовать его там быть не может каждый человек все равно падает грех никуда не падает если человек случайно завершил какой-то поступок который он потом рассудил как грех по совести то есть по духу святому рассудил как грех не по писанию рассудил как грех не по домыслам каких-то там и догмата в церкви а по посольку по духу святому рассудил как грех он не может не покаяться в нем не может потому что покаяние есть подтверждение того что в тебе дух святой даже если ты согрешила и сказала она все равно никто не видел все в тебе нет никакого ты никогда не была спасена потому что дух тебя поведет к покаянию с этим я согласна то есть вот на на моем вот у меня все время стоит перед глазами один случай я все время о нем вспоминаю и ну как бы немножечко так вот может быть это меня держит я не знаю что мне все время об этом был был служитель который служил то то есть бывший наркоман то ли алкоголик ну что то такое достаточно таком во взрослом возрасте то есть он покаялся и плоды покаяния были то есть через него люди каялись он служил он служил словом а потом как он сам говорил я возгордился то есть а гордость это самый люцифер да почему он он возгордился да это самый большой грех перед господом и он стал думать о себе что вот я такой молодец я так хорошо проповедую что через меня каются я такой молодец и красавица вот и все и он упал и падение было великое то есть помимо того что он вернулся к своему прежнему греху к нему вернулись еще и семь из леших то есть в итоге он убил человека в пьяном угаре и сел за это в тюрьму он отсидел то и вот по моему только там вот что-то я так это один раз только услышала это он только там покаялся и вот смотрите я вот думаю да слава богу что человек действительно дошел дают мои слова он был спасен поэтому он и покаялся потому что если бы он не был спасен мы не покаялся и даже и радость именно от того что все таки он покаялся но я иногда просто думаю что вот он сидит в тюрьме да ему прекрасно знаем что там творится вот либо господь хранит таких людей и все-таки ведет к покаянию потому что машина может задавить кирпич кирпич на голову да он не успел бы покаяться и вот так же каждый из нас мы согрешили или опять же таки покаяние да если цикличный грех например вот как раздражение цикличный грех у спасенного человека быть не может ну а как же с раздражением быть вот сама вода вот вроде бы все 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 и вот как спичка вы путаете вы путаетесь вы путаете понятия у вас с понятиями тяжело это матчасть не учитесь значит есть вот эти вот самые прегрешения как их называют современная церковь о чем пишет павел плотские потому что дьявол постоянно нас искушает он искушает нас в неповиновении к богу он постоянно рядом с нами борьба с ему не интересуют люди которые в миру они его не интересуют они его они ему принадлежат как весь мир на ему интересует те кто пришли к богу и он нас постоянно испытывает он постоянно испытывает насколько мы стоим в вере и для него и то что ты раздражаешься это круто это вау но как только ты покаялась в своем раздражении для него это поражение он будет делать это снова и снова и снова и снова и снова до самой твоей смерти так вот о чем речь или человек просто сожалеет о том что сделал или искренне раскается то что я вот верю например что если человек искренне раскаялся больше вот этого делать не будет раскаяние и раскаяние вот сожалению где-то граница проходит расскажи мне вот как ты можешь я не знаю где эта граница проходит но она есть она в сердце сердце разрыдаться сейчас и говорит ой я такой грешник у я так вот разглажаюсь я так злюсь и так это самое знаешь но на сердце у меня будет сейчас вот пусть посмотришь и я соживаю а дальше все будет хорошо значит не спасен понимаешь он никогда не был спасен он просто да там его помогали в водичку там сказали ему там во имя цели святого духа аминь все и он сказал классно теперь я со всеми значит у кого цикличный грех тот не рожден сверху конечно но опять же что такое цикличный грех раздражение откуда вы придумали то слово цикличный грех я не знаю писание нет такого словосочетания но как бы это церковные всякие штучки на смотрите вот когда человек еще раз говорю когда я не раздражаюсь раздражаюсь великий и могучий папа римский не раздражается раздражается но достаточно покаяться искренне не перед людьми а перед богом и вот этот момент поражение для дьявола опять же вот написано же иса я иса я первая глава вот написано вот 15 стих и когда вы растираете руки ваши я закрываю от вас очень мои и когда вы умножаете моление ваши я не слышу ваши руки полны крови это говорит он кому израильскому народу но если это слава бога живого они в равной степени относится к нам дальше написано а мойтесь очиститесь удалите злые деяния от очей моих перестаньте делать зло научитесь делать добро ищите правды спасайте угнетенного защищайте сироту вступайте вступайте за вдову тогда придите говорит господь если будут грехи ваши как багряная как снег убилю если будут красные как порпур как волну убилю то есть если человек приходит и говорит что больше не буду бог стирает все эти грехи нету бэш это не как это сказать это не это не копилка понимаешь мы согрешили и она закапает капает капает я пока не запомнится нет это не копилка если ты согрешил и покаялся искренне в своих грехах перед богом написано как волну убилю все все прощает моментально кровь иисуса смыла нас нас вообще все грехи до адама назад и до последнего дня вперед все грехи смыло но если мы вот на этот чистый лист опять капаем чернила то нам достаточно раскаяться в своем деянии стараться не делать его еще раз стараться черту вторая стараться не делать ну чтобы дьявол сильнее тебя по-любому он сын божий он сильнее тебя он создан до тебя и и у него гораздо больше силу чем у тебя и он тебя испытывает как-то вам не может арута в мире написано да но он тебя испытывает тот кто в тебе больше того кто в мире именно в том плане что это и ведет тебя к раскаянию что его деяния не могут тебя победить ты даже если поддашься его соблазнению его искушению ты все равно раскаешься потому что то в тебе тебя ведет они дьявол а вот если ты один раз второй раз третий нас тебя ведет не тот кто в тебя тут-то в мире в тебе того кто в тебе нет понимаешь человеку вот предположим да есть особенно пожилое население наше они говорят что а я не грешница да конечно что процент то есть она никогда никого не обманывал никогда никого есть люди которые совершенно не хотят об этом слушать конечно не хотят кому нравится обличение кому нравится обличение по мироправитель из мира сего они же в его власти они ему подчиняются они ему поклоняются естественно что они хотят слушать до местописание где говорится там никому меньше дано то стану меньше спроси то есть на них это тоже не распространяется кому меньше дано с того меньше и спросится где написано а кому больше до нас там но что-то я честно говоря сейчас не могу найти да потому что этого не написано это и день написано может быть имеешь ввиду что у кого больше там мой дано будет около меньше и это от отнимется совсем к этому отношения не имеет то есть хочу сказать что в любом случае давай столь договоримся так на будущее написано то здесь вот здесь написано а вот то что здесь написано то что falls так на salud не обязательно что здесь написано нет Patrick нас и даже нельзя судить обострений на что-то наш пласт и плохой я не говорю что он плохой но не все что он говорит написана не все что он говорит написано если что я говорю написано это моя города моё мнение лично я так думаю я меня так дух ведет написано вот истина ничего другого истины являться не может вот как же вот все таки начинаешь говорить о абаде обрай да о том что господь сотворил землю небо да какой-то часть они принимают какой-то части люди вообще говорят это сказки конечно сказки это же обличение то есть вот как вся вся внутренность а плоти и болит и и кричит о том что нет это то есть я приняла понятно что я приняла это верой и для меня это легко и само по себе такое обыкновенное чудо да что да бог сотворил землю да бог сотворил нас всех и бог также своей кровью нас омыл и и любит и все то есть человек который самодостаточный и какой-то мере скорее всего может быть гордый там или как я даже не знаю но человек не нуждается то есть он говорит это сказки и все то есть вот таком человеку еще следует доказывать что то потому что ведь мы можем не доказывать вообще совершенно человек оставить все как бы я мое дело сделано я тебе сказал хочешь я пошел получить от разговора чтобы человека дошло до его сердца и человек все-таки задумался и он показ кто ты кто ты чтобы этого ожидать ну во первых я имею право на это ждать потому что господь сказал ты только имеешь право больше ничего я знаю что да все спасение и все вообще господь открывает наш сердце каждого если господь не открыл мое сердце я бы не покаялась и не искал бы и не задумалась это да но мы все призваны для того чтобы на миск идите и проповедуйте евангелие то есть в любом случае есть я закрою рот минуточку не написано идти проповедовать евангелие давайте говорить словами как и но проповедовать то есть каждый человек должен поведовать не написано про проповедовать нигде вообще можно проповедовать можно заменить на любое другое есть слова которые точно сказаны матфея 28 глава узкой идите и научите все народы крестя их во имя отца и сына святого духа ну да не проповедовать это учить вот прийти к человеку и оставить его книжку псалмов искать ему на читать будет нет я купила библию библию не будет а книжку псалмов будет потому что я ему говорю скажи мне ты про царя давида что-нибудь слышал надо же не просто сказать на читай ты про царя давида что-нибудь слышал обычно говорят что да слышали ну про давида и голиафа то все слышали я говорю а ты слышал что давид вообще он был такой известной личностью в истории что он был вот и бог был с ними о нем не зря так говорят ни об одном царе израиля так не говорят даже о соломоне обычно говорят да знают и знаешь как почему она таска почему это происходило почему то что вот он в своем в своей первой же молитве богу написал блажен муж который не ходит на совет нечестивых не стоит на пути грешных и сидит собрание развратителей но тем не менее если из года в год человек будет читать только псалмы он не покаяться тут написано в конце этой книжки написано где это например нет отдельно псалмов у меня это приезжай в израиль заберется за книжки шумов они бесплатно читает это во первых у него здесь дальше в конце здесь есть пророчество ветхого завета и человек она читает что такое ветхий завет возьмет и почитает библию именно те места которые здесь написано может и когда ты даешь человеку читать библию он видит там одни сплошные кары господни на египет и грешит за бог такой тем более что мы прошлый раз говорили о том что непонятно человеку который читает библию чего вдруг сыны божьи значит там же и женятся на на людских а богу это не понравилось неправильный перевод правильно сильно дальний поэтому нужно человеку в этом рассказывал я даю ему свою вот и возникли венгелизационную аудиозапись послушать по по потому что такое у тебя не слышно да не слышно тебя не слышно например нет евангелизационной записи вместе в автобусе а ты зайди ко мне в хаун ты скачай себе ингредиума и инвестиционную запись создай сделай себе визитки и раздавай визитки но если предположим я встретилась с человеком где-нибудь в поездке один раз жизни если я дам визитку она мне не позвонит вполне возможно но если например я свои своим своим свидетельствам просто говорит что вот господь меня от этого от этого избавил или от этого что я приобрела да то не факт по моему опыту и то не все сразу точно я хочу такого там да то есть я не бывший наркоманка и и не могу конкретно представляешь мне то есть так мне были какие-то внутренние мои я искала 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 и наконец-то приобрела то что дает мне радость и многим это тоже непонятно и многие говорят что это сказки чего ты удивляешься я скорее всего я просто переживаю и я знаю что я сегодня утром на тренинге рисовал событий отклик результат я понимаю что я зря переживаю потому что если господь сделает он сделает и не в моей власти вообще что-то за кого-то что-то решать я считаю что моя обязанность донести вот с кем я встречаюсь донести до каждого то есть моя миссия грубо говоря донести что что есть который они без тебя каждый называет его по кто-то называет его вселенной а им спасение непонятно и с человеком то есть видно что человек вот я своей личной жизни я всю жизнь искала бога и тем не менее ходила и продолжала решить и для меня это было как-то параллельно параллельно я параллельно да я знаю что он есть я знаю что боженька если что вдруг убийцу он накажет вот там там вот он накажет а вот сама что творила или не накажет и нам будет удивительно как это у него не наказал да и или например да человек убийца и процветает или бортом и вполне себе в жизни процветать и вполне себе в жизни имеет успех он богат успешен и люди его чтят уважают да можно посмотреть на наш момент смотри и на этом будем уже закругляться на сегодняшний день здесь есть несколько факторов один из этих факторов очень мощный это фактор социальный оставшись теологию в покое фактор социальный например в америке очень долгое время примерно до середины 90-х годов это было очень сильно христианская страна может быть не на середине нужно начала 90 управление рейгана точно еще было очень сильно христианская страна очень сильно христианская статус там все в школьные молитвы школьные уроки начинались с молитвы там было песнопение перепсалмы ходили на молитвенные служения и так далее потом началось движение атеистов потом начался приток мусульман в америку америка страна демократическая которая сама себе 200 лет назад подписав декларацию независимости и били о правах создаваемые каждый год мы пересмотрим каждый год они поставили себе сами под ножку исходя из этих декларации независимости у них каждый человек имеет право отстаивать свою точку зрения а суд обязан считаться с этой точкой зрения но не обязан принимать ее но обязан считаться поэтому сегодня в америке запрещены утренние молитвы перед уроками запрещено проповедование христианских ценностей в школах потому что там есть мусульмане им эти ценности чужды а ты движение атеистов уже победила и фактически сейчас идет пересмотр денежных купюр на долларе знаешь да написано на обороте in god we trust то есть богу мы верим в бога дарим и мы доверяем богу атеисты говорят что это задевает их чувства они никакого бога не верят и они не хотят чтобы в их стране на деньгах было вообще упоминание слова богу что его нет наш то есть со временем социальные факторы они влияют на человека теперь представь себе советский союз 70 лет говорили что бога нет бога нет бога нет бога нет бога нет и так далее что в бога верят только недалекие люди и что обязательно должно у человека быть все в жизни плохо, что он поверил в Бога. Меня спрашивают, что у тебя такое в жизни не произошло, что ты вдруг в Бог поверил. То есть постоянно идет какое-то нагнетание анти-анти-анти-анти. Теперь рождается одно поколение, второе поколение, третье поколение людей, которые где-то там случайно у них завалялась бабушкина Библия, которую они там в темноте с фонариком открывают и читают, что никто не заметил, не дай бог, а то из партии исключат. И, например, моя мама, вот, кстати, она в таком выросла. Она всегда верила, что Бог есть, но никогда об этом не говорила, потому что нельзя было. Она была офицером в Советской Армии, она была начальником большого отделения, потом начальником поликлиники в военном госпитале. Она была секретарем, как это называется, партийной ячейки, что-то такое. Как и моя мама. И понятное дело, что она нигде не могла даже заикнуться на тему, то, что у них там кто-то был верующий и так далее. Теперь ты приходишь к людям, выросшим вот в этой обстановке, где 90% людей убеждены просто до мозга костей, что они произошли от обезьян, только ни у кого нет фотографий предков. И ты им говоришь, что есть Бог, который спасает. Они спрашивают от чего? Я и так, мне все хорошо, мне спасать не надо, я живой. То есть это мощный фактор, который влияет на умы людей. Теперь теологические факторы, которые влияют на умы людей. Первый теологический фактор – это то, что этот мир, я еще раз повторяю, полностью и всецело принадлежит не Богу. Это не его, это не божеский мир, не божий мир. И здесь вся власть принадлежит Люциферу. Вся абсолютно. От власти над вот этой вот птичкой, которая пролетела у меня сейчас здесь за окном, до этих руководителей, правителей, террористов, антитеррористов, всего кого хочешь. Это все принадлежит Люциферу от начала и до конца. И его власть настолько велика, он настолько все продумал, и настолько у него все куплено и схвачено, что сказать человеку «откажись от чего-то ради спасения» – это фактически быть изгнанником из этого общества. Вот ты ему сейчас говоришь «откажись от алкоголя», «откажись от наркотиков», «откажись от порнофильмов», или «откажись от ночных клубов». Для него это что-то сверхъестественное. Как это отказать? Это же норма жизни. И для людей вот этот второй теологический фактор, он очень сильно оказывает влияние на принятие его решения. Поэтому Иисус предупредил еще две тысячи лет назад. Он сказал, «Никто не может прийти ко мне, если Отец не призовет его». «Никто. Наша задача – нести этот свет. Мы должны быть светом и солью. Но наша задача не спасать. Мы спасать не можем. Спасает только Бог. Наша задача – объяснить, понял человек или не понял человек – это не в нашей зоне контроля. Бог от сотворения мира дал людям выбор. От сотворения мира. Дерево познания добра и зла. Вернее, хорошего и плохого. Человек всегда будет волен принимать решения. Но большинство людей, они думают, что они такие прямо независимые, принимают решения. Нет. Они говорят, «Я независимый, поэтому я принимаю решения не принимать решения». То есть, на самом деле, они никакие не независимые. Они очень независимые. Именно поэтому они принимают решения не принимать решения. И они считают, что не принимая это решение, они прямо такие крутые становятся. Прямо вау. Да, типа, я без вашего Бога обойдусь. Обойдешься до сих пор. Вот до этого момента. А дальше уже не обойдешься. А дальше может быть поздно. Поэтому вот такое мое мнение. Опять же, я не апостол. Я не пророк. Но я читаю Писание. И я вижу, что здесь написано. И я могу доказать свою правоту по Писанию. Но я не могу доказать свою правоту человеку, который изначально пришел, для того, чтобы доказать мне, что я неправ. Я с ним даже не буду общаться на эту тему. Я ему оставлю какую-нибудь книжечку почитать. Вот есть там. Сейчас и в тот, например, или там какой-нибудь евангелизационную. На, захочешь, просто поинтересоваться, чем я живу. На, поишь, такая тоненькая книжечка. Видишь, почитай. Не захочешь. Верни ее мне. Есть кому-то, кому а мужнее. Все. То есть в любом случае мы принимаем только веру. Никакой не ум. Никакой наукой, не умом нет. Ум не наш. Ум сатанистский вообще на самом деле. То есть верой. Просто верой. Все. Читай 10 главу послания евреям. Все, кто спаслись в те времена, только верой. Больше никак. Казалось бы, да, верой. Пятая глава Римлянам начинается с чего? Пятая глава Римлянам начинается. Где Римлянам? Римлянам. Пятая глава. С главных слов написано. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою мы получили мы получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Понимаешь? Вот это самое главное. Вот когда меня спрашивают, что я говорю, вот ответ на все ваши вопросы. Я оправдался верой. Я могу им нарисовать ту же схему. И написать им, что вот здесь, вот тут, я стою по эту сторону, а не по эту. Я ничего не боюсь, потому что я заранее оправдался верой. А вы будете давать отчет перед Богом. Если уж вы верите, что Бог есть. Или вы что, там, придете, будете ему пальцем грозить? Черт, ты мне вовремя не сказал. Надо было раньше говорить. Да? Да, Абрама Лазарь как раз. Он сделает вот так. Раз. И ты вовремя. 11 глава. Да. Поэтому вот так. Такое мое мнение. Давайте на этом будем закругляться, иначе у нас не останется на следующий раз. Я думаю, что этот вопрос остается открытым для каждого о спасении, о проповеди Евангелия, о обучении всех народов в крестях во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот завтра, например, мы едем на евангелизационный тур в Иерусалим. В автобус неверующих 50 человек поедет один автобус в Кейсарию, один в Иерусалим. Меня возьмите. Нет. В автобус едет только один супровождественник верующий, и все остальные неверующие. Это евангелизационный тур. Туда все хотят поехать на халяву в Иерусалим, но это только для неверующих. И вот я, значит, принимаю участие в этих турах. Мы первый раз, ну как, наша церковь делает это первый раз. У нас есть церковь, которая делает уже многократно. И мы присоединились к проекту из Петахтиквы, вот выезжаем на евангелизацию. То есть что мы сделаем фактически? Мы их приведем, покажем, расскажем. Решение будет принимать человек. Мы каждому раздадим Библию, естественно. А в местах еще есть свободный там? Да, неверующих. Есть. Еще есть, да, места? Да, но это в Петахтикве и завтра утром. То есть это субсуббота, когда ничего не едет. Ну, понятно. Тот, у кого есть машина, предположим, не вопрос. Да, только нужно это согласовать со мной сегодня. То есть вот это вот называется евангелизация, да, то есть проповедование Слова Божьего. Евангелизация – это проповедь Евангелия. Евангелие – это благая весть. И вот этим мы будем заниматься. А решение будет принимать сам человек, естественно. Не мы. Мы не можем принять решение. Мы можем сделать все. Вот называется, вы можете привести лошадь к водопою, но не можете заставить ее оттуда пить. Вот то же самое. Поэтому вот так. Все. Спасибо вам за беседу, за присутствие, за отзывы. Приходите в следующую пятницу на «Беседы о Библии». Смотрите нас на YouTube, смотрите нас на Блабе. Слушайте нас на SoundCloud и на моем сайте averstankiewicz.com в разделе «Служение», «Беседы о Библии». Всем спасибо. Башкирия, Москва. Москву мы, правда, сегодня не видели, только слышали. Но тем не менее. Спасибо. Будьте здоровы. Всем до новых встреч.